Доброе утро дорогие друзья! Доброе утро! В эфире Радио Медиа Метриц, программа Бизнес Завтрак и я Роман Дусенко. Мы достаточно долго говорим с вами об эффективности управления людьми. Это очень важно, потому что на самом деле эта тема глобальная и неисчерпаемая, а самое главное мне очень самому интересно. Я с большим ожиданием ждал сегодняшнюю программу, потому что был заявлен интересный спикер. Но в самый последний момент, как всегда происходит, что-то меняется у людей. Но жизнь дает нам такие шансы, которые использовать просто нет возможности, чтобы их не использовать. И я с огромным удовольствием сегодня представляю в нашей студии Андрея Королихина, директор русской школы коучинга. Андрей, привет! Привет, Роман. Большое тебе спасибо за то, что вчера вечером фактически я позвонил тебе, и ты согласился принять эфир сегодняшний нашим. И ты знаешь, вот эти вот несколько минут, которые мы провели сегодня за кофе, они дали мне такой огромный запас вопросов, которые бы мне хотелось тебе задать. И настолько было все интересно. Скажи, пожалуйста, вообще вот всегда ли такое бывает, что ты вроде встретился с человеком, давно не виделся, мы с тобой сколько, года три, наверное, не виделись, да? Раз, и вы уже в такую глубину нырнули, и обоим интерес наш дух захватывает. Как это вот вообще? Какие причины возникновения таких глубоких, сразу интересных взаимоотношений? В чем секрет? Секрета нет, это ценностный резонанс. Просто люди, когда они совпадают по ценностям, они на одной волне, они слышат друг друга, понимают друг друга, и им всегда есть о чем поговорить. Класс. А вот если бы мы вообще взяли, знаешь, с тобой так выдернули вот этот ценностный резонанс, поставили вот здесь как архетип или, вернее, не архетип, а такую как подтему, о которой мы сегодня говорили, про осознанность. Помнишь, мы вчера с тобой выбирали эту тему, а для меня вот почему это важно. Осознанность руководителя, я считаю, вернее, отсутствие осознанности руководителя – одна из пяти главных проблем вообще в российском менеджменте. К этим проблем я также отношу отсутствие стратегии ценностей вообще, отсутствие системы управления, неправильный HR, непонимание процессов. И пятый – личность, личность руководителя. Скажи, пожалуйста, почему личность руководителя и его осознанность так важны, и как ты пришел к этому? Ведь твоя постоянная работа коучинга, она тоже, безусловно, с этим связана. Почему это так действительно нужно и важно? Осознанность – это не результат. Это запланированный эффект. То есть, если мы возьмем такую достаточно известную модель мысли, слова, дела, то есть мышление, речь и деятельность, то, продолжая эту триаду, естественно, она завершается результатом. Потому что деятельность без результата, она не может быть эффективной. У тебя удовольствие, если так сказать. Ну, есть определенные персонажи, так называемые процессники, которые за процесс готовы отдать все. Но к чему я? К тому, что следующий этап после результата – это эффект. И чаще всего неумолимо появляющийся эффект от результативной деятельности – это осознанность. И осознанность, она помогает руководителям справляться с главным вызовом современности. А главный вызов, я считаю, – это косность мышления. Ух ты. Ментальные установки руководителя являются ключевым ограничивающим фактором развития самого руководителя и организации, которую он возглавляет. Андрей, это даже относится не обязательно к косность мышления. Это не равно возраст руководителя. Это могут быть и молодые люди, обладающие косным мышлением, относительно молодые руководители. Я биолог по первому образованию, поэтому у меня ещё есть и такая компетенция. Я хорошо знаю анатомию, физиологию, нейрофизиологию мозга. И мозг – это очень энергосберегающая машина, механизм. Он работает на основе определённых алгоритмов, и, например, к 60 годам 90% деятельности человека определено автоматизмами. То есть, просто поел, попил, поспал. Не приходя в сознание. И большинство людей, особенно в жёстких корпоративных рамках, они находятся в матрице. То есть, они, по сути, засыпают. Для них большой вызов – прийти в себя. Потому что это столкновение с реальностью. То есть, ему очень удобно. Утром проснулся, сел в свою машинку, приехал сейчас с водителем. Там открыл газетку, которая лежит. Приехал, провёл совещание на автомате, почитал почту. Его подручили там руководители. Он там, в свою очередь, сделал то же самое с своими подчинёнными, сел обратно, приехал поздно домой, выполнен супружеский долг, лёг спать. Не приходя в сознание. Может быть. Но это, конечно… Печально всё, правда, печально. Но это стёп профессиональный. А, по сути, вот есть у нас коллега Александр Саракаумов из Белоруссии, такой очень талантливый консультант. И у него много лет назад ещё появилась такая фраза, которая была опубликована на портале Executive.ru в его статье, что жизнь руководителя проходит в очень узком диапазоне между дедлайном и факапом. Поэтому это гонка на выживание. И если в этой ситуации руководители ещё успевают соревноваться не только с окружающей действительностью выживать, а ещё соревноваться хотя бы с кем-то, с каким-то персонажем, который является для руководителя ролевой моделью, то это замечательно. Есть точка опоры, которая может перевернуть для него что-то в его восприятии мира, в его осознанности. И очень часто это какой-то наставник, какой-то специалист, да, это должен быть внешний элемент, потому что есть такое понятие, как одиночество руководителя. Чаще всего это психологическое одиночество, потому что он в своей структуре не может ни с кем по душам поговорить. Потому что есть определённые ограничения. И вот ещё один мой коллега и друг, Михаил Пронин, подарил мне как-то такую метафору, что одиночество руководителя проявляется в том, что когда он идёт впереди и зовёт за собой, мол, пошли, давайте, свою команду, народ стоит за заграждением минного поля и хлопает ему, а он уже там. То есть всю ответственность, генеральную ответственность несёт руководитель. И это причина его одиночества. Скажи, пожалуйста, помнишь, я тебе сказал о пяти самых главных ошибках вначале? Я считаю, что эти пять ошибок приводят к двум глобальным проблемам вообще в российском менеджменте. Первая проблема – это неэффективный менеджмент, неэффективный управление. А вторая – нежелание других людей помимо руководителей брать ответственность на себя. Здесь, наверное, причина в том, что ответственность нельзя дать. Её можно только взять. Да, её можно взять, и взять её можно… И опять же мы говорим только осознанно. Да. Можно ли дать людям инструмент, давай так, можем ли мы с тобой рассказать или представить, что может быть какой-то инструмент, благодаря которому руководитель может включить свою осознанность, включить осознанность подчинённых, которые сами начнут брать ответственность за свои поступки? Я думаю, здесь нужно начать с того, что руководитель осознанно или неосознанно является ролевой моделью для всех своих подопечных. Однозначно. Помнишь ещё что такое, что это подразделение – это тень руководителя, да? Ну и вообще вся организация – это отражение… Отражение личности руководителя. Да. И руководитель, если у него, не дай бог, расходится слово с делом, и он живёт в парадигме казаться, а не быть, то матрица, соответственно, корпоративная становится ещё более сложной, чем она должна быть. Абсолютно, абсолютно, да. Вот, и есть замечательный, можно сказать, мой любимый мега-консультант Исхак Адизес, у которого есть очень стройная и понятная на первый взгляд концепция про эти управленческие роли и много-много всего. Она на самом деле очень сложная, поэтому и работает. Вот, но он мастерски её преподнёс, и то, что мне особо нравится, как интегратору по стилю жизни и такому профессиональному кредо, а то, что, говоря простым языком, всё вокруг есть система. Система состоит из подсистем. Подсистемы развиваются с разной скоростью. Это причина дезинтеграции, дисгармонии. Соответственно, задача руководителя – следить за гармоничностью процессов, быть интегратором. Это одна из ролей управленческих. И когда руководитель отдаёт себе отчёт в том, что он делает каждую минуту, и как в шахматах, как гроссмейстер, просчитывает хотя бы на несколько шагов вперёд результаты и последствия, то есть эффекты своих действий и результатов, тогда, скорее всего, с его подчинёнными, с его командой всё будет в порядке. Но мы же помним про узкий диапазон между дедлайном и фокапом. И очень многие люди, независимо от физического, биологического возраста, они просто либо эмоционально незрелые, либо они ментально незрелые. Я как раз здесь говорю о том, что я часто говорю, что взрослость – это не равно возраст касательно возраста руководителя. Андрей, а скажи, пожалуйста, вот для меня очень важно, когда я общаюсь с собственниками, с руководителями, понимание того, понимает ли сам человек свои цели. И зачастую очень сложно, очень сложно вытащить, особенно из владельцев бизнеса, из акционеров, а куда он, собственно, ведёт компанию. Что ему нужно там, вот как, задаёшь вопрос, а вот что дальше будет с бизнесом, ради чего, когда? Не говоря уже о пролинейных, я про генеральный директор вообще не говорю, он там завален текучкой, и просто спросите его там, а у тебя какие цели, что нужно сделать? Как помочь руководителям, собственникам вычленить или, не знаю, там сформулировать цели своей жизни, своей компании? Вот вроде казалось серьёзный вопрос, но я уверен, что у тебя есть практический инструмент какой-нибудь. Инструментов палитра. Вопрос в том, что под каждый конкретный запрос, а он определяется очень многими параметрами, начиная там от психотипа конкретного руководителя и заканчивая той ситуацией. Поэтому специалисты поля помощи и развития, особенно коучи, у них есть на всё один и тот же ответ универсальный. Это зависит. И для меня эта ситуация напоминает клубок. То есть клубок мы начинаем разматывать, из него начинают выпадать хвостики, потому что нить не единая. И часто этих хвостиков достаточно много. И происходит это следующим образом. Мы начинаем дёргать за хвостики. За хвостики тянуть. И какие-то начинают выпутываться, и мы что-то находим, какие-то ресурсы, потенциал для того, чтобы вопрос решить, найти те цели. А какие-то начинают затягивать другие хвостики, и всё превращается в гордий их узел. Поэтому важно дать человеку для начала выговориться. Почему? Потому что коучи, в частности, как и другие специалисты, помогающие в профессии, они работают с речью клиента. Мы не можем, хотя есть у него и коучинг, когда мы сопровождаем клиента в его реальной деятельности, мы не можем присутствовать, мы судим о том, как он действует по его речи, на основании его изложения. Опять же, мы можем сделать умозаключение о том, как он, в принципе, мыслит. По частоте, образности речи, по грамотности речи и прочим параметрам. И когда человек начинает рассказывать, есть такая вызывающая, в общем-то, техника, допустим, визуалы перевести в формат киноэстетика. То есть, встаём, начинаем двигаться в пространстве, делать что-то физически. Аудиал, ну, многие айтишники, допустим, они аудиалы, они очень хорошо говорят, не смотрят в глаза. То есть, фактуры и ресурсы глазного контакта они не используют чаще всего. И их нужно вывести из зоны комфорта, условно говоря. То есть, разорвать шаблон привычный для них. Дать им ещё один канал, для того, чтобы они сделали что-то необычное для себя. То есть, дать им ещё один канал коммуникации, чтобы больше было этой коммуникации. Это, так я называю, профессиональная растяжка. То есть, когда они пробуют это, то у них просто этот файл, но он пишется куда-то, и при необходимости они уже начинают его использовать потом. Но, допустим, есть такое понятие, как образ будущего. И кто-то его хорошо проговаривает словами. А кто-то может только предстать, да? Кто-то может в конкретных цифрах это сделать. Кто-то прямо пишет дорожный, ну как это, такой план, как дорожную карту сразу. Или кто-то рассказ пишет о том, как он там. Кто-то пишет рассказ. Кто-то образ рисует. И, допустим, заставить человека, который в хорошем смысле заставить, то есть, ему предложить как вызов, если он откликается, то для него это большой ресурс. Отлично. И дальше, дальше, это всё просто момент технологий, которые, ну, есть достаточно распространённые технологии, есть авторские какие-то подходы, но человеку нужно для того, чтобы он пришёл в себя, условно говоря, из себя вывести. И разбудить, видимо, для начала, да? Вот как мы говорим, они же спят все там эти руководители. Ну, не то, чтобы, понимаете, они спят. Прийти в себя и вывести из себя, да? Ну, вот эти вот, как в компьютерных проблемах, нужно войти и выйти. Ну да, да, да. А, ну да, лазологиниться, да? А бывает такое, что вот просто человеку нужно, помнишь, мы сегодня утром затрагивали много тем, дать возможность побыть самим собой. Вот выдернуть его из этой суеты, погрузить его в какой-то институт, посадить машину, вывезти в парк. Вот давай походи здесь, погуляй. Мы поговорим, мне сразу вспоминается фильм из кадра, кадр из фильма «Красотка». Помнишь, как он там не пошёл на работу один день, а пошёл по парку, походил босиком, вспомнил, что жизнь-то совсем другая. Это очень мощный ресурс, я называю это выпасть из контекста, ну, выпасть из матрицы. Видимо, поэтому, кстати, проводят стратегические сессии вне офисов, да? Стараются увозить людей куда-то. Да. Это просто физические ограничения на то, чтобы люди не сорвались куда-то, потому что в парадигме и вообще в обслуживании главного невроза современности, которые называются «тайм-менеджмент», люди, ну, они расставляют приоритеты иногда. То есть, если весь «тайм-менеджмент», то бишь управление собой во времени, да, а не управление временем, потому что времени нет, это искусственная субстанция, придуманная для того, чтобы люди встречались в определённом месте. а нужно просто делать что-то главное, делать ещё важные дела, а вот срочное попадает в категорию что-то не сделанное важное, причём отложенное несколько раз. И когда люди предпочитают вместо того, чтобы удерживать целостность той команды, которая ведёт, допустим, дискуссию по стратегическим управлениям развития организации, они предпочитают выбежать с телефоном и там… Решить вениминутную проблему. Да, решить что-то, что кажется им просто супер-мега важным сейчас и срочным, они очень большой ресурс вырывают, потому что энергетика, она рушится. А, да, понятно. И это же не только материальная сторона, то есть часто обсуждаются очень материальные темы, но процесс-то волновой. Вот так интересно всё, прямо, знаешь, погружаясь туда всё глубже и глубже, вот у меня какой вопрос. Сегодня рынок изобилует разными технологиями. Знаешь, вот я сегодня еду выступать на одном мероприятии, и я буду говорить как раз о ценностном резонансе. Для меня ценностный резонанс – это глубоко зайти в человека. А вот я почитал темы, это значит, знаешь, просто вот берут человека, независимо, какой он, на него сверху, знаешь, как штукатурка, лепят-лепят такую технологию, такую-такую-такую. Руководители сегодня, они находятся в белом шуме, то есть просто столько. Вот тут тренеры по продажам, тренеры по оргразвитию, бизнес-коучи, кого только нету. Как имплементировать из разных абсолютно направлений какие-то кросс-дела, там и джайлы, и скрамы, всё что угодно. Как вот из этого всего выбрать то, что будет работать у тебя? И причём, может быть, это не обязательно должно быть сверхновомодное что-то? Ну, для меня единственный вариант пробовать, потому что я из научной династии, и есть просто научный подход, что когда что-то пробуешь, нужно пробовать менять только один параметр, чтобы понять, как он влияет. Работает или не работает. Да, но, к сожалению, или к счастью, но это объективная реальность. В организациях не может быть одного какого-то метода развития. Они там присутствуют все одновременно. И, допустим, для упомянутого там и джайла, как философии и образа мышления, который помогает развивать гибкие способы управления и внедрять рабочие рамки, фреймворки, скрам, канбан и далее, нужно создавать особые условия. Такая автомобильная метафора. Но если на легковую машину пытаться поставить колёса от гоночной, от болида, то выглядеть может быть это всё вызывающе. То есть, на себя точно обратишь внимание. Но, во-первых, колёса не встанут, потому что модель не позволяет. Если примотать условно-изолентой к существующему колесу, то будет тоже. Мне это всё напоминает клуб ветеранов Броновского движения. То есть, действия ради действий. Но, как вот по информации от тех, кто стоит у истоков этих гибких методов и внедрения фреймворков, желательно создать какую-то структуру, в которой дочернюю структуру или какую-то бизнес-единицу, рабочую группу. Которую попробовать. Да, где попробовать. И это потом начнёт уже приживаться. Ну, вот, наверное, так. То есть, любые методы, они хороши, но они должны быть, условно говоря, компатибл, то есть, совместимыми. То есть, очень часто к каким-то эффективным и результативным методам внешней помощи обращаются, когда уже либо, а, всё перепробовали, либо уже поздно, либо и то, и другое. Кстати, вот ты мне сказал, что очень важный момент, когда руководителю, у него профессиональное одиночество, да, и для того, чтобы ему прийти в себя, ему нужно выйти из себя. Мы часто говорили здесь, вот на твоем месте сидели много HR-директоров, я их задавал вопрос, а может ли быть HR, как HR-директор, таким внутренним консультантом для первого лица, для собственника. И ты знаешь, мы не могли найти единого ответа. Вот каково твое мнение, вот насколько вообще HR в состоянии быть внутренним коучем для руководителей? Ну, здесь я первое отмечу, что элемент системы не может не вовлечённо, независимо и не заинтересованно влиять на систему. Ну, это, по-моему, один единственный достаточный ответ, который, собственно, сразу всё объясняет. Но при этом есть, допустим, функция HR-директор, бизнес-партнёр, это некий элемент всё-таки такого внутреннего консалтинга. И, ну, если хотя бы носитель, я не беру высший уровень руководства, а хотя бы вот носитель этой функции понимает все свои ограничения, и не пытается нанести непоправимую пользу, а понимает, что есть просто диапазон эффективности и той результативности, которая возможна в этой системе, и не пытается пробить стеклянный потолок, тогда всё возможно. В принципе, сейчас в очень крупных даже федеральных структурах уже пришла в Россию международная тенденция, когда, например, внутренние коучи не просто как специалисты, а именно как коуч-компетентные руководители, то есть для них это дополнительная компетенция такая, очень мощная. они достаточно прокачаны, и они могут выйти из роли менеджера и войти в роль коуча. В чём плюс? В том, что они хорошо знают матчасть, особенности этого бизнеса. Сказать, что это чистой воды коучинг, точно нет. Точно нет, да. Но это то соотношение, которое в данный момент для этой компании обладает наивысшим балансом результативности и эффективности. Класс. Вот, например, МТС, они сделали пул своих руководителей коуч-компетентных коучей, и они проводят этот коучинг не в одной вертикали власти, а федерально. Ну, сейчас же мощные возможности видеосвязи высокого качества корпоративной, благо, это их бизнес вообще. Вообще-то, да. Да, поэтому я думаю, что Оксана Кухарчук у нас на конференции делилась этим опытом, очень интересно. Отлично. Вопрос. Мы говорим о том, что бедные наши руководители, они живут в постоянной такой-то матрице. Может ли быть, что один раз он утром проснулся и очнулся, осознал, так выскочил из этой ситуации, господи, что же делать-то? Что мы можем порекомендовать человеку, который хочет сам повысить свою осознанность, как вот самостоятельно, и возможно ли вообще это? К сожалению, держу паузу для интриги, чаще всего это происходит при профессиональном выгорании, когда тело отказывается взаимодействовать с волей для того, чтобы физическую оболочку доставить до места несения службы. Но сейчас есть разные техники, разные подходы, в том числе, например, вот wellness coaching есть такой подход, когда идёт профилактика по всем уровням профессионального выгорания и начинается всё со здорового образа жизни, здравомыслия. Это вот тоже термин одного из моих коллег Игоря Кузычева. Я бы вряд ли придал кому-то это автор. Здравомыслие это вообще такое, знаешь, русское слово, которое вышло. Это условно, например, там самовоспитание, помнишь, было раньше книги, они куда-то пропали, саморазвитие, или как воспитать целостную личность. Это же там, на чём мы были воспитаны, это немного из нашего советского прошлого. Ведь эти слова здравомыслящий человек, мы вообще редко сейчас встречаем вообще в нашей жизни. Да, в среде англицизмов, да. Ну, вот в частности есть замечательная книга из советского периода пришедшего к нам такого великого русского консультанта Вячеслава Сергеевича Дудченко. У него книга так и называется «Саморазвитие». Это в некоторой степени автобиографическое изложение, но как подход это именно та философия, которая определяет зрелость руководителя. Потому что… Вдыхаю, сейчас объясню, почему. Да, если руководитель в матрице узкого диапазона дедлайна и фокапа, то ему не то, что саморазвитием, ему даже стратегией некогда заниматься. Ты знаешь, совсем недавно, недавно слушал одну радиопередачу тоже, а до этого только окунулся как-то лет пять назад в этот мир, когда только все началось, инфобизнес, все остальное. И понял, что самый большой запрос у людей, знаешь, на что? Не столько даже может быть на какие-то серьезные изменения, а на то, чтобы кто-то им говорил, что надо не забыть это сделать. Знаешь, какая-то пеналка такая, или напоминалка в виде таком какого-то там, огромное количество было этих людей, которые там самодисциплина, все остальное, там вот жесткий тренинг, там возьмите из себя за одно место и тащите. Вот это потихоньку проходит к моему большому удовлетворению, да. Но все же вот это желание людей, что они готовы платить деньги за то, чтобы кто-то им приходил и говорил, что им делать, чтобы им надо было отчитываться, это вот на каком-то внутреннем нам уровне не хватает вот этой внутренней силы воли, чтобы самостоятельно. Почему я спрашиваю? Помнишь, ну она классическая американская мечта self-made man, да, когда человек сам себя сделал. Это что? У них получают какой-то вирус заразный, что они сами готовы всё делать, а нам нужно, чтобы нас кто-то пинал, чтобы мы стали эффективными. Вот помоги, пожалуйста, разобраться. здесь, я думаю, основной момент это интерес. Пробуждение его или что? Интерес это эквивалент энергии. Если есть интерес, то человека не надо поднимать будильником, поить кофе. Ты стоёшь по будильнику или как? Очень редко. То есть, сам? То есть, независимо от времени подъёма, то есть, ну вот сегодня я там встал в 6 с чем-то, причём я просыпаюсь там за 5-10 минут до будильника. Я тоже прям, да, я просто сегодня встал в 4.30. Но при этом, конечно, я могу себе устроить там отсыпальный день и спать в любое удобное время для себя. Он спал стоя, когда-то он говорит. Итак, то есть, должен быть интерес. Как его, вот смотри, мы опять же возвращаемся к тому, что они настолько замученные, да, что как им этот интерес прочувствовать в себе, где его найти, как взять? Есть так называемый треугольник эффективности. Ну-ка, давай расскажи, что это такое, я прям буду зарисовывать. Да, он должен быть равносторонним. Ты вот нарисовал неравносторонним. Ну, извини, хорошо, ладно, сейчас. Вот. Наверху находится результат. Результат. То есть, если деятельность без результата, то она условно неэффективна. Неэффективна, всё, принято. Вот. А есть обучение, но обучение… Это угол один из них, да, называется? одна из вершин. Но обучение не в классах, а процессное обучение. То есть, даже выполняя одну и ту же функцию, ну, например, рутинную функцию управления, делать это каждый раз чуть-чуть по-другому и отслеживать результат. Результат, осознанно отслеживать. А что поменялось? То есть, ты меняешь немного подход, смотришь на какой результат, какой эффект. А что здесь в этом углу? Интерес. Ага. Это моя версия. А у автора этой модели, Тимоти Голви, одного из отцов коучинга, у него там удовлетворение. Ну вот я считаю, что интерес, он больше влияет. И задача, задача следить за тем, чтобы стороны были равны. Баланс. Как пробудить в наших руководителях какой-нибудь интерес? Потому что единственный ответ, который я слышу, я не могу, мне некогда, я перегружен. О чём ты говоришь? Какое интервью? Да ты чё? Она сейчас вот всё, и так далее, и так далее, и так далее. Не могу. Как его? Вот что ему, какой шаблон ему разорвать, в каком месте, чтобы у него интерес пробудился? Опять отвечу. Это зависит. Depends. Но, если есть ценностный резонанс, а это даёт возможность видеть те фильтры и ограничения, которые у визави сейчас в данный момент включены, например, можно их авторски обойти. И один из вариантов выбивать из контекста. То есть, если человек глубоко в матрице, в текучке, любой такой вот вопрос, может быть, вызывающий. А что главного ты сегодня не сделал? Причём этот вопрос как удар-поддых. У человека может перебить дыхание, просто это видно физиологически, меняется там цвет лица, может вызвать ярость, гнев, кидание предметами. Но, как один из коллег американец говорит, в принципе, в принципе, я выдержу любые припадки своего... Оппонента. С тем, с кем ты видишь диалог. Да. Потому что очень часто ещё на этапе договорённостей дело до консультирования, до коучинга ещё не дошло, и происходит так называемая химия. Совпадает или не совпадает? Да. Чтобы дело дошло до физики, до какого-то процесса, в частности, волнового, должна сначала химия случиться. И, ну, как генетик в прошлом скажу, что всё наше разнообразие человеческое определяется всего шестью сотами различий в генной информации. но у нас есть сто тысяч генов, которые дают... Такое огромное многообразие. Да. Вот. Поэтому человека нужно вернуть в ту точку, вот где-то в самом центре, к тому, чтобы... Достучаться до его сердца. Но это можно сделать только на основе ценностей. То есть, если человек конечно специалисты, специалисты с разными компетенциями, они понимают на какую точку болевую можно нажать. Но очень важно намерение. Можно нажимать... На благими намерениями, да. Да. Можно нажимать на болевые точки, но чётко понимать границы своей методологии. Допустимости и этого, не знаю... Ну, я не говорю про профессиональную этику и вообще уместность. Ты мне сегодня рассказал о том, что иногда неправильные и какие-то приёмы могут загнать человека и в депрессию, что он потребуется уже помощь специальных людей обученных. Любому специалисту очень важно знать границы смежных зон, методологии, профессий, для того, чтобы... Просто когда клиент движется туда или, например, клиент уже находится там и из-за границы пытается общаться. Но есть такой сленговый термин «пограничники». Люди, находящиеся в пограничном состоянии психики. Вот. Конечно, но вот коучинг, в частности, как направление гуманистической психологии, он работает с здоровыми, только со здоровыми людьми. Но очень важно не спровоцировать что-то в человеке. Чтобы он не вдруг перешел в другую сторону. И чем выгодно отличается коучинг, что коучинг ориентирован на решение конкретных задач, мобилизации ресурсов. Мы не разбираемся, почему. Мы говорим, что делать или как. Что ты будешь делать не делать. Потому что очень важна. Вот в русском языке, в деловой среде нет четкого понимания разницы между глаголами совершенного и несовершенного вида. Что сделать? Делать и сделать, что ты сделаешь. Что ты сделаешь. И когда. Отлично. Ты знаешь, Андрей, это про авторство. Да. Вот когда человек автор своей жизни, у него точно есть интерес. О, отлично. Ты знаешь, прям под финал нашей программы. Помните, я говорю, что время пролетит очень быстро. Когда человек, когда человек, автор своей жизни, у него есть интерес. Когда он в матрице, он тоже может быть автором. Но не своей, наверное, уже. Но это тоже есть такая градация, она основана на многих глобальных исследованиях, и 80% людей, ну, без обид, это правда жизни, это независимые люди. Им абсолютно нормально, когда, как ты говоришь, их нужно пинать, им нужно конкретно сказать, что им делать, у них конкретно предметное мышление, и они очень нужны в своей области деятельности. Есть так называемые чемпионы, которые считают себя независимыми, их процентов 15-17. От всего населения. Да, от всего населения, независимо от расовых, каких-то там прочих критериев. Они считают, что они лучше всех знают правила, и у них задача жизни лучше всех выучить правила, чтобы стать чемпионом, но правила пишут 3-5% которые находятся наверху, и это авторы. они в любой момент меняют правила игры по своему усмотрению и играют только в свою игру. Все остальные играют в чужую. Браво! И вот, знаешь, хочется зааплодировать тебе. Скажи мне, пожалуйста, вот оставшиеся там 3 минуты, а есть ли шанс у человека, который спит стать автором? Есть ли вот эта дорога наверх? Те, кто наверху, они чаще всего не случайно там оказались? И, конечно, есть, опять же, как биолог и генетик в прошлом, есть градация такая, что от 33 до 50% все-таки определяет генетика. Следующая, еще 33, еще треть, да, или меньше, определяет воспитание, то есть, та среда, в которой человек был воспитан. И остальное сам человек, окружение, в котором он находится, среда. Два вопроса, вернее, даже один. Как-то будучи, знаешь, Радислава Гондопаса, да, мы с ним делали бизнес-завтрак, и он рассказывал, как он старается делать максимально лучшее, самое прекрасное образование для своих детей. Я говорю, слушай, мы сидели вместе с ним, ты из Одесской школы простой, я из школы города Комсомольска на море, который город-то никто не знает, мы с тобой сидим здесь, рассказываем людям, люди нас слушают, неужели так важно вот это, то есть, что хорошая школа, да, это важно, наверное, но получается, ты мне сказал, что есть три главных причины, у тебя может быть прекрасное образование, но твоя генетика не позволит тебе туда прийти, у тебя может быть прекрасное образование, неправильная среда и хорошая генетика тоже не позволит, то есть, только при совпадении вот этих трёх прекрасных факторов, то есть, в каждом из нас, судя по всему, где-то эти вот тройки какие-то вот сросли. Ты знаешь, я сыну своему говорю, он говорит, пап, ну, что ты всё время ходишь, выступаешь, выступаешь, там, что ты говоришь, слушай, говорю, то есть два варианта, ты вот, например, кем вообще хочешь быть, тем, кто слушает или тем, кто говорит, который говорит их меньше, а который слушает их больше, такой, почесал репу, такой, ну, наверное, тем, кто говорит, так вот, для того, чтобы говорить, тебе нужно было что-то сказать, для этого ты должен быть человеком интересным, необычным, состоявшимся, содержательным, ты должен быть целостным, а это огромный труд, готов ли ты трудиться ради того, чтобы не слушать, сидеть на диване с бутылкой пива, а наоборот, что-то говорить. Он засомневался, говорит, я подумаю, но я надеюсь, там будет какой-то правильный ответ. Огромное тебе спасибо за сегодняшний утренитет. Можно короткий комментарий? Да, конечно, про ценности. Да, вот я как раз ими хотел тоже закончить. Ценности – это то, чем человек делится совершенно от души, не рассчитывая получить что-то взамен. И про то, что мы говорили с приставкой «сама», вот для людей очень важно саморазвитие, которое основано на интересе, которое основано вот на этой личной диаграмме и том соотношении. И когда человек делает часто альтруистические вещи, он делится и отдает. И про то, что ты говорил, очень важен старт, точка старта, но и очень важна динамика, потому что те, кто стартует из тепличных условий, они не знают, куда можно упасть. И не дай бог им туда упасть. А те, кто стартует, просто у меня есть много примеров, когда люди, условно говоря, крестьян, выбивались в академики, и они делали это так, что просто вот есть хорошее такое, не только уважение, но и хорошая зависть, когда человек в 80 с лишним лет продолжает трудиться, и для меня это ролевая модель. Спасибо тебе огромное. Уважаемые друзья, сегодня с нами был Андрей Королихин. Мы провели интереснейший диалог о том, что такое осознанность, и мы понимаем, в результате мы пришли к очень интересным вещам. Осознанность – это когда человек становится автором своей собственной жизни, и когда он является автором своей собственной жизни, у него появляется интерес. Интерес тогда является самым главным двигателем, энергией ко всему тому, чтобы человек мог развиваться дальше. В основе интереса, в основе взаимодействия лежит ценностный резонанс, и вообще ценности. И тема ценностей, она напрямую связана с тем, о чём мы достаточно часто говорим с вами в наших радиоэфирах, о том, что управление людьми должно строиться на ценностном резонансе, на ценностях. Друзья, разбирайтесь в себе, учите других людей быть осознанными, становитесь сами осознанными, это поможет вам и вашему бизнесу быть успешным в наше сложное российское время, но победа будет за нами. Пока. Спасибо.